Привет, дорогие мои люди из Летнего Стокгольма. Я сижу около замка Ульриксдаль, дворца Ульриксдаль, и здесь так хорошо, так мирно, так тихо. Я здесь была с туристами и решила... Они уехали с водителем обратно в Стокгольм, и я решила записать вам видео, потому что у меня есть время, потому что свет хороший, потому что прическа еще держится, потому что такой бэкграунд нельзя коту под хвост. Поэтому привет еще раз. И сегодня у нас будет вопрос-ответ мой обычный, рубричка моя. Готовьтесь, следующий будет только в декабре. Вообще в декабре у меня для вас будет сюрприз. По какому принципу эти вопросы-ответы работают, вы, наверное, знаете. Вы мне комментируете здесь под этим видео, какие вопросы вас интересуют, на какие вопросы вы бы хотели, чтобы я ответила. И все остальные комментаторы сначала смотрят на уже предыдущие комменты и лайкают те, которые им нравятся. Самые залайканы и потом войдут в видео. То есть я буду отвечать на 10 вопросов, из них 5 будут из-под вашего видео. Все остальные я собираю по крупицам то тут, то там, когда мне их задают в разных соцсетях. Итак, начну с не одного даже вопроса, а с целого кластера вопросов. Мне очень часто задают очень личные вопросы. И я не против, я не буду сейчас выстраивать какие-то супер границы, что о моей личной жизни вы ничего знать не будете, потому что я просто не хочу это делать в формате ютуба, потому что, ну, вы знаете, моего свекры уже хватит, как бы, да, и что дети есть. Но я и рассказывала про роды, как бы, да, то есть я достаточно открытый человек. Но мы с подругой Юлией Бандак начали подкаст. Подкаст типа радио, наверное, знаете, как ютуб, только-только голос. Начали подкаст про именно личную жизнь. Подкаст без купюр. подкаст, мы его назвали «Давай по чесноку». Вот мы садимся с ней с чашкой чая на кухне и давай гнать по чесноку про все. Про разрывы при родах, про депрессии, про мужей, про любовь до гроба или любовь до вчера. То есть про бывших вспоминаем, про отношения с родителями. В общем, все-все-все. Никакого гламура мимишного, инстаграмного. Просто мы разговариваем с нашими зрителями, как с хорошими друзьями. И тема наша – это мы и наша жизнь. То есть 30+, двое детей, у нее тоже двое детей. И вот бессонные ночи, попытка реализовать себя, уход с работы, вообще, как выглядит будущее. Мы уже старые или мы еще молоды. А что с ботоксом? Вот на все эти вопросы мы будем отвечать в подкасте. Поэтому вопросы, которые вы здесь и дадите, если они войдут в вопрос-ответ, они войдут потом в подкаст. Так что вопросы лишними не бывают. Давайте задавайте. И, конечно же, ссылку на подкаст даю под этим видео. К тому моменту, как выйдет это видео, которое вы смотрите, думаю, мы уже будем на большинстве платформ, потому что мы так долго запускались. Мы полтора года уже говорим об этом подкасте. Мы уже полтора года назад записали первый эпизод, потом его стерли вот несколько месяцев назад, потому что поняли, что он вообще уже не актуален. У нас уже по ребенку народилось. Верно говорю. Это реальный выплеск энергии, выплеск эмоций, этот подкаст. Он такой терапевтический. Я после записи эпизодов прихожу домой, хочу летать. Такое чувство, что я реально разрядилась с лучшей подругой. Это просто очень круто. И я надеюсь, что вам тоже понравится. И будьте нас слушать. В общем, пишите мне вашу обратную связь. Мне это очень важно. Мы на шведок ориентируемся. У нас есть любимые шведские подкасты в таком формате. В таком, в честном, понимаете, формате. И на русском языке я таких не знаю. То есть есть хорошие подкасты. Например, моя любимая Элина. Знаете ее наверняка? Половина моей. Кто меня читает, знает Элину. Ссылка, если что, на нее и на ее подкаст внизу. У них замечательный подкаст про то, как искать учебу, искать парней, финансы, искать квартиру, переезд в другую страну. В общем, это я только 10 лет назад. Вот это просто супер подкаст. Хотя, я думаю, это интересно будет всем от нуля до 99. У нас другой фокус. У нас фокус больше на семью. Хотя, конечно, мы говорим обо всем на свете. Как я уже говорю, про бывших вспомнили. В России есть хороший подкаст на русском. Вот, например, Элинин. Но нету вот такого, который делаем мы. Его просто нету. Мы хотим создать в нашем подкасте такую атмосферу поддержки, атмосферу такой empowering матерей именно или там желающими ими стать. И я должна сказать, что это мой способ повзрослеть. Это реально терапевтическая штука, потому что я вот уже третий год делаю вид, что я не мама и очень эту роль от себя отталкиваю. Хотя я хочу надеяться, что очень хорошая мама. Но я каждый раз себе говорю, это не часть меня. Я это сама по себе. Ну и еще у меня есть работа мамой. Делая этот подкаст, я принимаю себя как мать и для меня это очень важно. Я знаю, что там где-то в русскоязычном пространстве есть миллионы таких, как я и как Юля. И я знаю, что мы найдем нашу аудиторию. И я буду очень рада вас видеть и слышать. Вот, считайте, это был ответ на первый вопрос, потому что меня часто задают про мужа, как мы познакомились, а почему дети по-русски неплохо говорят. Ну вот это все. Все будет в подкасте. Хороший вопрос. Муж-электровейник с позитивом тоже или он по-шведски спокойный. Муж у меня по-шведски спокойный. У него есть идеи, он иногда загорается имя очень сильно, но он не будет из, как я вот сейчас, знаете, из угла в угол, из угла в угол, из угла в угол и не может посидеть на месте. Нет, он может как раз. Он такой смотрит на меня, поднимает бровь. Он, мне кажется, даже немножко гордится и, нет, как-то немножко, он постоянно не говорит, что гордится, но он даже не то, что завидует, а радуется, что кто-то хоть в семье электровейник, потому что это как бы полезная штука, на самом деле. А я радуюсь, что хоть кто-то в семье нормальный человек. Он, то есть. Что шведы любят смотреть? Американское или европейское? Шведы любят смотреть больше американское, чем европейское. Есть, конечно, шведы, которые любят европейское. Ну, как я. Я очень люблю европейское кино, но, в принципе, во всем мире сейчас американское кино. И шведы не исключение. Вот что интересно в Швеции, что здесь не дублируют фильмы. Здесь даже французские фильмы, там, немецкие, они идут на языке оригиналя с субтитрами. И за счет этого шведы очень хорошо говорят на английском. Это, мне кажется, одна из самых главных причин, почему шведы такие англофильные. И опять про мужа. Что ж вы такие? Говорит ли мой муж на русском? Говорит ли мой муж на русском? Он понимает. Ну, нет, свободно не говорит, потому что мы живем не в России, мы живем в Швеции. То есть вопрос так был сформулирован. Вот вы сказали, что вы заговорили на шведском, когда встретили мужа. А заговорил ли муж на русском, когда встретил вас? Так вот, вы жили бы мы в России? Не сомневаюсь. Потому что я же говорю не только из-за мужа. Я говорю, потому что я живу в стране, где все говорят по-шведски. Но он... Я бы очень хотел, чтобы он по-русски говорил. Я даже пыталась его книжки в России покупать. Хорошие. Но я думаю, мне нужно реально его за шкирку брать и помогать ему. А вот на этого ни меня, ни его не хватает уже. Тем более сейчас дети пошли. Вот тоже вопрос такой. Ёлки-палки. Опять про мужчин. Чем шведские мужчины лучше русских? Или чем хуже? Чем шведские мужчины лучше русских? Такой вопрос. В России полно мужчин, которые прекрасные и в Швеции полно идиотов. Но какие-то общепринятые черты, конечно, просматриваются. И это уважение партнера, когда ты делишь все поровну. Например, домашние обязанности или декрет и так далее. Но многие девушки, особенно с постсоветского пространства, видят в этом минус. Потому что им двери не открывают, потому что за них в ресторане не платят. Мне вообще не надо себя чувствовать какой-то там принцессой. Мне надо чувствовать себя партнером с моим мужем. Я люблю, когда он меня на руках носит и, не знаю, делает за меня все. Но я хочу тоже быть равноценным партнером. И не хочу на себе все тащить, весь быт, например. Мне, я уверена, подошел бы и русский мужчина какой-нибудь, который считает так же, как и я. Так что я уверена, в России есть полно прекрасных мужиков, которые ответственные, которые верят в равноправие, которые вообще не считают чем-то ниже себя взять на себя уборку дома. Потому что жена на любимой работе, которая не считает это ниже себя, когда женщина на первом свидании за него платит. Хотя я очень люблю, когда за меня платят. Как бы я вообще не против этого. Я просто считаю, что если женщина хочет за себя соблатить, не надо ей не давать такую возможность. Пусть она платит. Надо просто расслабленно к этому отнестись и все. Ну естественно, не надо думать, что шведы все по определению такие прекрасные мужчины. Полнища вот этих вот пузатых с пивом, с телевизором, плюющих на жену полно. Их много. Не просто там 2%, они есть. Поэтому просто выбирать шведа из-за того, что он швед, естественно, глупо. Но я думаю, это и так понятно. Следующий вопрос про мужчин. Ха! Какая непопулярная тема. Ну вот это, кстати, очень хороший вопрос. Возможно ли знакомиться со шведами на расстоянии без знания шведского и английского? Вот без знания шведского и английского это проблема. На каком языке вы тогда хотите с ними знакомиться? Если вы хотя бы на испанском еще говорили, то тут есть шведы, которые говорят на испанском. Но только на русском? Это уже надо искать только русских, как бы, русскоязычных шведов. Или вы собираетесь общаться с человеком или нет? Потому что если вы не хотите общаться, только секс, то понятно, можно найти через тиндер. Ну через тиндер и хорошее тоже можно найти. Но хороший вопрос. Без знания шведского и английского? То есть только на русском? По-русски человек говорит, да? Тогда надо искать, да, русскоговорящих. Так. Вообще возможно ли познакомиться на расстоянии? Не просто возможно, а шведы обожают знакомиться через интернет. Девочки, ну и мальчики тоже. Вообще берите тиндер, настраиваете локацию на Стокгольм, покупаете билет сюда на две недели. За там несколько недель до отъезда чатитесь, чатитесь. Когда уж сюда приезжаете, у вас уже расписание, расписание встреч, знакомств. Все, к концу вашей поездки у вас опыт вот такой. Через полгода повторяйте, и будет вам светлое будущее. Был еще вопрос про моих родителей. Как у них дела, что у них там про родителей. Ну про это тоже, я думаю, будем в подкасте делать. Но я сильно про родителей не хочу, потому что они, взрослые люди, тоже понимают русский. Они сами о себе расскажут. У моей мамы инстаграм есть. Вот ее инстаграм. Она про меня рассказывает там иногда, как я в детстве была. Но они живут в Хайфе, в Израиле. Они работают. Мама на следующий год на пенсию выходит. И, кстати, поэтому инстаграм завела, чтобы ударно выйти на пенсию блогерам. Как шведы относятся к закону об обязательном согласии на секс? Елки-палки. Что-то у нас все вопросы про секс. Извините. Нет. Ну про мужчин, либо про моего мужа. Ой-ой-ой. Елки-палки. Вы серьезны, что ли? Так. Как относиться к обязательному согласию на секс? Ну поскольку согласие, оно не обязательно письменное, а просто как бы устное, то... Ну а как еще к этому можно относиться? Ну без согласия же не надо. Просто это на самом деле, этот закон, это больше юридическая формулировка, если раньше изнасилованием считалось, когда ты просто говоришь нет, и вот через это, да, ты активно говоришь нет, а тебе все еще применяют силу моральную или физическую, да, чтобы тебя уговорить или заставить это изнасилование, то сейчас достаточно не сказать да. То есть, если ты будешь там не в себе, а полупьяная, да да и нет, да нет и да, вот это все, и тебя будут все еще уговаривать, это будет считаться изнасилованием. Я знаю, что под этим видео придут тролли и будут писать, ах, бедные шведские мужики, а что же им теперь делать? Что же тут по пьяни нельзя девочку куда-то увезти? Я думаю, все, кто поняли, все поняли. Люди, занимайтесь сексом трезвыми, по-боедному согласию, это намного прикольнее. Так, и последний вопрос. Что, уже что, 10, что ли? А, есть ли у меня подруга шведка? Нет, вот еще один пропустили. Подруга шведка есть. У меня много, на самом деле, друзей шведов, но большинство из них через мужа пришли. У него уже компания была, я в нее влилась, хотя у меня и своя компания тоже есть. У меня есть две очень близкие шведки, и мы с ними познакомились на работе, когда я работала в Ратуша. И мы с ними дружим, да, ездим друг к другу, и надо просто быть открытым ко всему. И дружба шведская, она немножко по-другому. Это не ты приходишь, знаешь, заваливаешься, Маша, у меня все плохо на кухню с чаем. А вы договариваете какие-то выходные, поехать посмотреть там что-то или с детьми куда-то выйти. Она другая дружба, но близость душевная, она, в принципе, мне кажется, такая же. Последний вопрос классный, такой профильный вопрос. Про то, куда съездить за пределы центра, в Стокгольме. То есть, куда поехать на денек или на полдня. И у нас в Стокгольме не так и много мест таких, чтобы хороших, чтобы они были подготовлены для туристов, приспособлены для туристов. Например, вот этот замок, пока до него доберешься, как бы он очень близко от центра. На самом деле, пешком 10 часа два до города. Ну, то есть, имеется в виду, что это не у черта на куличках. Сюда электричка ходит, сюда метро почти ходит. Но на электричке, чтобы доехать, надо еще полчаса пройти. Пока автобус этот найдешь, он тоже не прямо сюда подходит. То есть, такой квест сюда приехать, если ты турист, на самом деле. И у нас есть несколько прям хороших мест, куда можно ездить, куда идут прямые автобусы или прямые лодки. И это, конечно же, Дротмингхольм, летняя резиденция. Ой, летняя резиденция, вообще королевская летняя резиденция, но там сейчас короли живут постоянно, король с королевой. Это Ваксхольм, это городок в архипелаге, туда лодка час идет, но есть и прямой автобус. Это Сигтуна, старая столица Швеции, кукольный город, шикарный. Просто съездить на полдня, это просто восторг. У Псала, туда минимум на один день, конечно, это тоже старая столица. Там и замок, и федеральный собор, и вот эти улицы, и огромные булки с корицей. Там очень много чего можно посмотреть, поэтому туда надо подольше ехать. Туда идет прямая электричка из Стокгольма, час всего ехать. Есть у нас замок Мария Фред, то есть замок Грибсхольм в городке Мария Фред, очень люблю этот замок. Там экскурсии тоже проходят, туда сложнее добираться, на машине лучше, но он реально того стоит. У нас есть сафари такое, нордическое, коль моден называется. Есть, есть много куда съездить. Много ферм, много пляжей, много музеев, как, например, Миллес Гордон. Это музей, он как бы в Стокгольме, но он не в центре Стокгольма. Усадьба старая скульптора Карла Миллеса. У нас есть музей Артепелаги, и много таких суперских мест, которые не прямо в центре. Так что прям вот я список всего, что я сейчас сказала, напишу внизу. И надеюсь, что вы обязательно воспользуетесь моими советами. Спасибо большое, что досмотрели. Обязательно слушайте подкаст. До встречи в Инстаграме, в следующих видео, на Фейсбуке. Приходите на экскурсии. И, как обычно, до следующих встреч. Я была очень рада вас видеть. Пока.